Всем привет! Прошу прощения, что меня долго не было, я заболела, меня разводирала жуткий кашель, потом голос вовсе пропал, но теперь я вернулась. И мы будем скакать головом по Европе, потому что надо догонять все те книги, о которых я не сделала отзыв, но успела прочитать за период болезни. Итак, мы начинаем с Дэна Брауна. Причем читала я его немножко неправильно. Сначала прочитала Кода Винча, потом Ангелы и Демоны, хотя надо было сделать наоборот. По сути, мне кажется, Кода Винча знают фактически все, потому что это очень нашумевшая книга, считается, что в ней очень много сенсаций, она поражает и удивляет, особо таких вот заклинелых христиан возмущает. И на самом деле, может быть, она возмутила бы меня, но у меня такая более гибкая, я более гибка, так сказать, к новым идеям. На самом деле, это не особо новая идея. Дело в том, что, когда я училась в школе, ко мне в руки попало толстяное толмудище по названию Мурантия, и там про Иисуса Христа было сказано много совершенно удивительных вещей. Я как раз тогда была очень такой заклинелой христианкой, такая прямо вот Библия — это прям закон, это всё. Там, допустим, если в истории сказано одно, а в Библии другое, то для меня более вторилетно то, что в Библии. Вот. Это я уже потом стала более восприимчива к информации, которая непривычна для меня. Вот в этой уранте были сказаны гораздо более удивительные вещи, чем в Коде да Винчи. Например, то, что Ирод на самом деле не предатель, он родной брат Христа, и Иисус должен был быть казнённым. И на самом деле Ирод очень не хотя, Иисусу пришлось заставить, уговаривать, он пошёл, так сказать, рассказывать про Иисуса, но не потому, что он подлец, а потому, что сам Иисус хотел этого. Вот. Даже такая информация была. И многое другое более удивительно, чем в Коде да Винчи. Так что сама эта книга меня особо не поразила, особо не удивила, ничего нового для меня там не было. Вот. Кто не в курсе, ну уже, по моим словам, можно было бы догадаться, да, главный герой – это профессор Лэндон, историк, специалист по символизму. И так получается, что он оказывается в Париже, где произошло очень странное, удивительное убийство. И вся эта история связана с поисками Грааля и всякими тайными обществами. И сама книга – это такой некий квест, то есть читатель вместе с автором, прошу прощения, вместе с главными героями расследуют одну загадку с другой, и следующая загадка более сложная, чем предыдущая. И в результате они приходят к самой такой глобальной, и вообще прям все это очень удивительно и очень увлекательно. Ангелы и демоны. Эта книга была написана до Кода да Винчи, поэтому если вы будете читать, еще этого не делали, то надо сначала читать Ангелов, а только потом Код. Сразу видно, что в Коде да Винчи Дэн Браун, так сказать, учился уже на своих ошибках, допущенных в ангелах и демонах. По сути, структура двух этих книг очень схожа, если не сказать одинаково. То есть также начало книги начинается, прошу прощения за татологию, с обнаружения некого трупа, что требует особого внимания специалиста по символике. И главный герой, то же самое профессор Лэнгда, направляется к месту преступления, чтобы ознакомиться с этим подробнее. И ангелы и демоны, они в принципе написаны так же, как у да Винчи, как я уже сказала. Единственное, там автор справил какие-то свои ошибки. И только место действия теперь уже этот самый Ватикан, не Париж. И ну так же есть тайна общества, всякие там загадки-разгадки. Тоже там есть девушка. И то, как автор описал отношения между профессором и этой девушкой, мне очень не понравилось. Хотя, конечно, на вкус своей товарищей нет, сколько здесь такое мнение. Но там с самого начала просто вообще всё понятно, всё при всё. И я немножко наперёд скажу, что вот девушка в самом конце книги произнесёт фразу. Эта фраза меня убила. Она такая пошлая, она такая бесвкусная. Вы меня, конечно, извините, кто не находит в ней ничего такого. Но её можно произнести в каких-то отношениях со своими, не знаю, бойфрендом. Ну вот в нашей жизни, не в книге. Её можно где-то там услышать в фильме. Но вложить её в ста литературного героя, это как-то вот... Ну, эту фразу можно было бы увидеть в 50-ти оттенках серого, я не знаю. Но видеть в евангелах и демонах для меня было удивительное. Тем не менее, концовку просто вот вообще вот она убивает. Вы вообще не ожидаете того, что танк произойдёт. Это просто потрясающе. И вот насколько я прозорлива в плане развития сюжета, в плане предугадывания концовок. Но даже я, эту концовку, только вот за пару страниц буквально начала смекать, что здесь что-то не то вообще происходит, что как бы можно было бы догадаться. И эта концовка, она прям... Вот ради неё уже только можно читать книгу. Далее. Следующая книга. Это «Братная сторона успеха» Сини Шеллен. Знаменитый... Даже не так, знаменитый. Сценарист голливудский. Изумительный писатель. И причём я когда-то сначала с ним познакомилась именно как с писателем. Только потом узнала, что он сценарист, оказывается. На самом деле книга автобиографична. Но вот знаете, она так написана изумительна, что невдруг ты догадаешься, что это автобиография. Она читается просто как книга обыкновенная. Прошу прощения. И вот где-то вот в середине уже становится ясеной, как пень, что да, это биография. Но вот до этого очень увлекательно, очень интересно. Фотографии разные есть в этой книге Шеллена и его близких, и его друзей, и знаменитостей. Покроме ли в моей книге. И вообще хвалю, хвалю, хвалю эту книгу. Даже не знаю, что про неё такого. Вы знаете, всегда так бывает. Вот когда книга плохая, вот просто вот самая тележка, что о ней можно сказать. А когда хорошая, вы не сказать ничего. Далее. Краткая история быта и частной жизни. Брайсон. Ой, вот здесь я буду хвалить. Это документальная книга. Но те, кто боятся таких книг, не пугайтесь. Она написана таким простым, лёгким, интригующим даже в чём-то, затейливым языком, что она вообще не воспринимается как документальная. Ну вот ни разу. Речь идёт о таких бытовых вещах, как электричество, одежда. Вот то, как дом обычно, да, как вот он со временем развивался, что вот сначала был холл, один только холл, и ничего к вам холла не было. Вот холл, он и был дома. Потом стали появляться вот эта комната, та комната, там третья комната. Немного рассказано о быте слуг. То есть вот название, оно полностью совершенно оправдывает суть. Но я очень рекомендую к прочтению. Вам будет чрезвычайно любопытно и познавательно, конечно. Так что здесь два в одном бонуса. Так, следующая книга – это «Не прощаюсь» Бориса Акунина. Последняя книга про Фондолина. И вот знаете, я очень люблю Акунина. Я его поклонница. Поклонница его произведений, вернее. Потому что это немножко разные вещи. Я поклонница Акунина и поклонница его произведений. Я обожаю Фондолина. Хотя я понимаю, что это Шерва Холмс русской оболочки. Я вот люблю его просто до смерти. Я люблю массу вечного спутника. Но я считаю, что человеку нужно вовремя уходить со сцены. Не дожидаясь, так сказать, пока его вынудят уйти. Акунин немножко подзадержался. Сейчас я считаю, Фондолин Тайрас Петрович должен был нас покинуть. Ещё забыл, как та книга называется. Вообще книга предшествующая планетой Вода. Вот тогда. Но, видимо, повторяю судьбу Конно Дуэлла, которая тоже пыталась избавиться от своего героя Шернка Холмса. Но почитатели его таланта сказали нет, хотим ещё. Это было нужно его возродить. Что-то, похоже, видимо, произошло и здесь. Потому что ясна была попытка избавиться от героя. Но было написано ещё несколько книг. С чем я не была согласна. Тем более здесь, я считаю, писатель немножко смухлевал. Дело в том, что события происходят в очень такое роковое, печальное время для России. Это 17-18-е и так далее года. И история сначала начинается с продолжения, ну, там, что там, с Растом Петровичем. Потом она прилазит на какого-то вообще левого человека. Описывается его деятельность. И да, потом этот человек, потом эмират нам перекинется в сюжет на Раста Петровича. И там будет вот этот чувак. Но всё-таки, я считаю, такой шаг не оправдывает значение, важность роли этого человека в повествовании. Я считаю, это жильчество. Да, сейчас мне прилетят тапки, тухлые помидоры, яйца и прочие продукты питания. Может быть, кто-то, ну, не отправит даже свою собаку. Но вот таково моё мнение. Тем не менее, книга вышла очень хорошей. И вот сейчас я проявлю свою лицемерную натуру. Я всегда говорила, что не надо судить книгу по обложке. Я никогда, никогда не, как-то не акцентрировала своего внимания на обложках. У меня вот все книги на полках стоят корешками наружу, а не лицевой частью. Ну, с редким исключением. И как бы, ну, тут я обратила внимание. Взгляните и вы. Жуть! Ну, это же жуть! Я когда, я пока читала, я всегда клала книгу лицевой стороной вниз. А аннотация, получается, оказывалась сверху. Потому что, извините меня, ну, это просто труп какой-то на обложке. Мне не хотелось на него смотреть лишний раз. Потом книге будет объяснено, что это такое на самом деле, кем сделано и почему. Ну, все равно, ой, жуть такая прям вообще. Ну, книга хорошая. Талант не пропьешь. Каково бы, каково бы ни было моё мнение о том, когда заканчивает приключения Фондорина, а когда их не заканчивает, о роли того или иного человека в сюжете. Как бы то ни было, книги правда хорошие. Ох, на сегодня все. Пока. До следующих книг. До следующих книг. Продолжение следует...